Ну а в Красноярске продолжают ремонтировать общественные пространства. Самым крупным проектом в этом году должно стать Вавиловское парковое кольцо. В него войдут сразу несколько скверов в Ленинском и Кировском районе. Кто работает с опережением, а кто отстает по всем фронтам, знает Алена Крашенинникова. Тебе бременские музыканты нравятся? Конечно, лазим по ним. Кот, осел, пес, петух и трубодур заехали в сквер на 1 мая далеко не на час и даже не на год. Да и сам парк уже давно полюбился местным жителям. Правда, он сильно поизносился, да и устарел относительно столичных стандартов. Решили реконструировать. Местные жители такого подарка совсем не ожидали. Мне было и так хорошо, а когда я посмотрела, прекрасно. Но ремонт здесь пройдет не только внешне, но еще и прошел уже внутренний. Несколько лет назад здесь прорвало теплосети, и вода шла фонтаном, горячая. Тогда здесь стояла горка, ну и вообще сети здесь были уже изношены. СГК поменяли коммуникации, так что ремонт будет уже сделан на новых сетях. И говорят, порывов быть не должно. К 31 августа здесь должны переложить брусчатку и асфальт. Появится уличная мебель, диваны, скамейки, площадка с качелями и освещение. Высадят деревья и кустарники. Кроме того, этот парк один из трех, в котором может разместиться Стелла, город трудовой доблести. Сейчас люди голосуют, где ее расположить, но многие уверены, Площадь и Дома культуры – это лучшее место. Потому что вот рядом завод «Красмаш», который всю войну я лично работаю. Вы будете рады, если здесь будет напоминание? Конечно, рады. Еще одна причина, почему реконструкция идет именно здесь – это большое парковое кольцо. Все скверы хотят собрать воедино, чтобы это было общее пространство. В этот альянс войдут площадь и бульвар Маяковского на Тюзе. Кроме замены брусчатки, бордюров и освещения, здесь оборудуют детские площадки и реконструируют памятник футуристу 20 века. Ради такого местные жители готовы потерпеть любые неудобства. Ради красоты мы все вытерпели, не ожидали, честно говоря. И когда нам поставили щиты, что будут работы ремонтные проводиться, это было неожиданно, но приятно. И я думаю, что все закончится, будет красиво и все во благо людей. Главное, чтобы люди, которые здесь жили, ценили этот труд. Здесь работы идут даже с опережением, чего, конечно, не скажешь о сквере на другом конце города. Парки Добрый на Новосибирской. Там работы встали, прошли даже суды с подрядчиком. Но мэр говорит, работать заставим. Добрый, да, у нас в семье не без урода же. Подрядчик, ну, если честно, накосячил просто-напросто. Потом мы зашли в претензионную работу, ну, он просто отморозился. Отсудились. Есть уже судебное решение и приставы, уже даже исполнительный лист есть. Он большую часть работ сделал, то есть вот эту черновую работу. Крепление там, скалы завез, он брусчатку снял. Мы дотянем эту тему, поэтому она такая, из разряда, конечно, не очень приятных. Ну, что делать? Скверы же в Кировском, Ленинском районе завершают уже этим летом. По бульвару люди смогут проходить на Красраб, к скверу энтузиастов, площади УТЦ Красноярия, а оттуда на набережную, реконструкция которой уже тоже началась. Алена Крашенинникова, Сергей Польшаков. Новости Прима. Субтитры создавал DimaTorzok